Для приготовления вареников мне понадобится 0,5 килограмма творога 5 или 9% жирности, 50 грамм сахара, 1 яйцо, 30-35 грамм манки твердых сортов семалина. Можно использовать, конечно, и обычную манку, если у вас нет твердых сортов. Твердых сортов использую, потому что на ней вареники получаются более вкуснее и более плотнее, то есть не разваливаются при варке. 30-35 грамм муки примерно и 3 столовых ложки муки. И еще нам понадобится дополнительно для присыпки, когда мы будем лепить наши вареники. Масло 30 грамм сливочное, чтобы добавлять варенички, когда они сварятся. Ну или уже будете добавлять по своему вкусу. Начинаем готовить. Добавляем в миску с творогом сахар, муку, манку и вбиваем туда яйцо. И все это тщательно вилочкой начинаем перемешивать. Сначала я это все размешиваю вилкой, а потом уже замешиваю рукой. Рукой удобнее. Можно, в принципе, блендером взбить, но неохота с утра жжать. Так, тесто замешали. И смотрите, тут очень важный нюанс. После того, как замесили тесто, его нужно оставить на 30 минут. Настояться, так сказать, отдохнуть. Тогда вареники получатся неразвалистыми и нужной консистенцией. За это время манка разбухнет, а из муки выделится клейка вина. И все это вместе не даст вареникам при варке разваливаться. Примерно минут за 10 перед тем, как начнем раскатывать наши вареники, ставим кастрюлю с водой на плиту. У меня кастрюля объемом 3 литра. Набираю половину кастрюли воды. Да, и нужно немного подсолить нашу воду. И накрываю крышкой. Прошло 30 минут, приступаем до наших вареников. Посыпаю немного мукой стол, чтобы тесто не прилипало. Вволакаю руки. Достаю наше тесто. И разделяю его на 3 части. Здесь откладываю в сторону. И беру одну часть и раскатываю с нее колбаску. Раскатываю такую равномерную по толщине колбаску. Делю ее на маленькие кусочки. Далее беру досочку, посыпаю ее мукой, притушиваю немного мукой. Видите, это для того, чтобы тесто не прилипало к досочке. И выкладываю все это на досочку. Да, можно чуть-чуть даже присыпать их мукой слегка. На досочку выкладываю для того, чтобы не носить в руках по 2 штучки в кастрюльку, когда будем опускать в воду. И опять смакываю в муке руки. Да, нужно немного сюда насыпать. И придавливаю немножко варенички пальчиком, придаю им формы. Видите, такой, более эстетичной формы. Все, наши вареники налеплены и можно отправлять в воду. В кипящую воду на небольшом огне опустил все вареники в кастрюлю. Слегка перемешал шумовкой и накрыл крышкой. Как только вода закипела, прикрутил огонь до среднего и варил еще 3 минуты. Предварительно положил кусочек масла туда уже. И шумовочкой, вот так вот, такие, видите, какие получились. Достаем. Цельные, неразвалистые. Можно подавать. Вот такие варенички у меня получились. Подавать их можно с медом, сметаной, сахаром. На ваше пожелание. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...